День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. А мы продолжаем утро на Болткоме. Дождливое, уже барабанит дождик. У нас просто по крыше, у нас там стеклянный люк есть. И сразу понятно, когда начинается дождь, когда он заканчивается. Олег Пекай, Александр Шонин, всем здравствуйте. Доброе, доброе, доброе утро. Да, но вот зато, может быть, сейчас будут хорошие новости для тех, у кого есть бизнес-идея, и он мечтает ее воплотить, но нету, может быть, какого-то осознания, как это сделать, и может быть, денег. Хорошая идея для тех, точнее, хорошая новость для тех, у кого есть идея, но нет денег. У нас есть ответ, где их взять хотя бы чуть-чуть, хотя бы 402 относительно честных способа отъема денег. Ну, так вот, есть один и кристально чистый и честный способ отъема денег у агентства инвестиций и развития. Сарвент Карлсон, руководитель эмоциональных программ ЛИА, с нами на связи. Речь идет о конкурсе «Кубок идей и даю каос 2021». Слоган «Думай вслух» и основная мысль. Любой житель Латвии в возрасте 18+, может подавать свои бизнес-идеи, чтобы претендовать на финансирование для начала бизнеса. А также параллельно у нас на связи Мишель Шихурина, одна из победительниц этого конкурса в прошлом году. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Всех нас видят, все слышат. О, нас немножко больше, судя по звукам. Госпожа Карлсона, давайте начнем с такой официальной, официозной, может быть, информации. Действительно, кто может претендовать, о каких грантах идет речь, на что дают, сколько дают денег, куда подавать заявки. Да, спасибо за слово. Давайте не будем очень официально, потому что, действительно, вы правы. Опять Новый год, опять конкурс. Это конкурс долгожития, но он такой очень демократичный по своей сути. Тринадцатый раз уже происходит заявки. Очень просто подать этот один лист А4. И мы приглашаем всех, которые думают о своем бизнесе. И за эти годы мы увидим, что это большинство людей, которые профессионалы в своей среде, которые, может быть, работодатели, но хотят попробовать сделать первые шаги. И ни у кого не секрет, что мы сталкиваемся с осложнением экономики в некоторых отраслях. Может быть, люди потеряли работу. И в этом году мы особенно приглашаем всех, потому что мы нашли возможность сделать призовой фонд. Это 40 тысяч в этом году. В прошлом году были только три денежные награды. В этом году будет 12. И финал будет шире. Вместо 12 финалистов мы будем отбирать лучших 20. То есть шансов больше. И денежные призы с 1500 до 10 тысяч для развития своего бизнеса. Может быть, сейчас самое время спросить победительницу прошлого года, обладателя третьего места, Мишель Шихорину, о том, как она решилась принять участие, насколько это было сложно, может быть, и в чем заключался вот ее новаторская, вот как эта бизнес-идея. Да, доброе утро. Спасибо, что пригласили. В прошлом году достаточно легко решилась принять участие, потому что вообще уже давно занимаюсь предпринимательством. И вот у меня появилась новая идея. Я задумалась сделать материал, как веганская кожа из картофельных листьев и технической конопли. Разных подобных материалов из разных фруктов, овощей, других растений по миру много. Но подобного материала еще не было. И как-то мне попался этот конкурс. Было действительно и в прошлом году очень легко подать заявку, всего лишь заполнить одну анкету. Даже это казалось как-то, ну, уж слишком просто, мне кажется. Какие-то подозрения были, да? Ну, не может такого быть, чтобы так легко люди расставались с деньгами. Вот, но потом, конечно, все немного усложняется, потому что нужно еще дойти до финала, нужно презентовать, рассказать свою идею. Но, слава богу, что по дороге у нас были различные лекции, мастер-классы. То есть нас обучали и тому, как делать презентацию, как рассказывать. Так что не стоит бояться тем, кто... Не умеет. Вот как я в прошлом году пришла буквально просто с идеей. То есть, да, действительно, у многих были уже какие-то прототипы. У меня, по сути, была только идея и проверка, насколько она вообще жизнеспособна. И, несмотря на это, я смогла дойти до финала и получить то очень важное первое финансирование для того, чтобы двигаться дальше. Что было потом, вот, кстати? Ну, вот как у вас развивалось дальше все? Да, ну вот все это время мы до сих пор еще занимаемся разработкой первого, так сказать, прототипа. Но сейчас уже в конце года у нас готовится к выпуску первая промышленная партия, потому что материал производится на фабрике. И этап от идеи до производства достаточно долгий, но пока что мы движемся в правильном направлении. Хватило ли финансирования для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? Ну, я понимаю, что нужны ведь еще большие средства. Как их найти? Да, финансирования для начала, конечно, хватило. В том числе, помимо Призос и Даюкаус, тоже участники имели возможность получить Ригас Дросмус грант. Я не знаю, доступна ли эта опция в этом году, но это тоже помогло. Но в дальнейшем я поступила с этой идеей в инкубатор, также от ЛИА, что тоже помогает финансированием. И сейчас получила еще один грант от Европейского Союза для развития тоже этого проекта. Ой, ну поздравляем, это важно. Приятно слышать, что прям вот действительно такой толчок получила идея. А что можно делать из этой искусственной кожи и из картофельных очисток? Да, ну это не из очисток, из листьев. А, не из листьев, ну из ботвы, как это правильно называется. В общем, да, из того, что не используется для еды, можно делать обувь, аксессуар, одежду. То есть это как полноценный заменитель кожи, только более экологичный. И гуманный по отношению к животным, понятно, что. Да. А скажите, Мишель, наверняка одна из вещей, которые отталкивают потенциальных участников, идею-то могут сфоровать. Кто-то подсмотрит, подслушает и все, и уведет. Ты такой приходишь с этим листочком А4, а уходишь ни с чем. Ни у тебя денег, ни у тебя идеи, потому что кто-то ее другой воплотил. Ну наверняка у кого-то же есть подобные страхи. Просто со мной сомнения, да, страхи. Да, у вас этих сомнений не было. Как вы были защищены от того, что вот это ваша идея, и никто не может свои грязные руки к ней приложить? Мне кажется, что все, кто начинает свое развитие как предприниматели, боятся действительно, что у них украдут идеи. Но у меня тоже был такой страх лет, не знаю, 7 назад. Но просто мой опыт показывает, что это не происходит. Потому что, во-первых, участники сами конкурса, они настолько все погружены в собственные проекты, что им просто нет смысла брать чьи-то другие идеи, потому что все идеи сложные в реализации. Но я в целом вообще этого не боюсь, потому что у меня настолько много идей дальше, как это можно все развивать и в каких направлениях двигаться, что даже если кто-то вот сейчас возьмет эту идею, он все равно сделает ее по-другому. Так что не стоит бояться. А не помогают ли запатентовать, каким-то образом защитить, чтобы эта идея принадлежала уже конкретно вам? Ну, насколько я знаю, что организаторы конкурса гарантируют, что эта идея не будет. Имя, по крайней мере, где-то использовано. И, насколько я знаю, с точки зрения права, есть такое понятие, как первое упоминание. То есть с момента, как я впервые упоминаю свою идею, у меня есть те три года, когда я полностью как бы ей владею, и потом уже нужно дальше думать, патентовать или нет. Но я не юрист, так что там, наверное, есть нюансы. Но Али, в том числе, если вы поступаете на программу в Инкубатор, то в том числе можно получить софинансирование для получения патентов в регистрации торговых знаков. То есть, да, это все возможно. Мишель Шихулина, одна из победительниц конкурса «Ида Каус» прошлого года, рассказала о своей победе и о том, какой толчок бизнесу и развитию дала эта победа. Сармит, давайте вернемся к вам о конкурсе этого года. До какого числа можно подать заявки? Что конкурсантов от этих номинантов ждет дальше, после подачи? Какая-то действительно поддержка, обучение и так далее? Да, действительно, заявки мы будем принимать до 5 сентября. Но я бы хотела воспользоваться возможностью немножко дополнить, что не только денежные призы. Я очень рада, что Мишель сегодня присутствует. Это от первых уст, это живой опыт. Но самое главное, это дает контакты. И это дает действительно такое, ну, если вы хотите, это публичность, информация в масс-медиа, а ваши идеи, это тоже помогло Мишель, например, участвовать в другом гораздо масштабном конкурсе. То есть это новые контакты. Значит, идеи до 5 сентября, потом за несколько дней у нас очень обширная комиссия жюри, около 50 человек самого разного профиля. И вы просто получаете ответ, поступает ваша идея в следующий тур или нет. И тогда уже второй тур – это 6 вебинаров, семинаров. Это бизнес-основы, это маркетинг, это финансы. Рассказываем все про налоги, как развить свою идею, как презентовать. И то есть даже если вы не получите денежный приз, то у вас будет уже готовая бизнес-презентация, чтобы идти дальше и получить какие-то новые финансовые инструменты или какую-то другую поддержку, уже упомянутые бизнес-инкубаторы или, может быть, с Altum или даже банк. Можно пойти с такой солидной бизнес-презентацией. И получается, что еще можно получить какие-то знания и какой-то опыт ценный в презентовании своих идей. Естественно, да. И новые контакты, даже некоторых приглашает бизнес-ангел потом рассказывать про свои идеи. То есть можно познакомиться со своим первым инвестором. Поэтому действительно, давайте думать вслух и поддаваться идее. И еще хочу успокоить. Каждый год мы рассказываем, что нет, ваши идеи не будут... Никто их не украдет. Но это важно повторять. А вот все-таки, Сармит, скажите, для того, чтобы подать бизнес-идею, потому что у многих может возникнуть, может быть, тоже, опять-таки, неправильное представление, что это обязательно должно быть какое-то изобретение на уровне Нобелевской премии. То есть можно ли, если у человека не обязательно он изобрел какой-то новый способ сделать кожу, например, есть идея создания, не знаю, маленького хипстерского кафе, где будет какая-то интересная особенность или что-то, вот это будет считаться как бизнес-идея или все-таки должно быть что-то изобретенное? Да, спасибо, очень хороший вопрос. Естественно, мы смотрим на инновации, на технологии, но любая идея может участвовать, потому что я думаю, что если человек делает кафе, он будет думать, чем она будет отличаться от других. То есть заявка должна быть простой, логичной, то есть немножко обосновывать, как вы будете зарабатывать деньги, почему эта идея важна для вас, если есть какой-то научно-исследовательский компонент, это очень хорошо. То есть с самым простым словом, потому что шоколада в мире много, но все равно кто-то делает все новое и новое, это шоколадные конфеты. И даже велосипеды говорят, что зачем изобретать велосипеды? Постоянно изобретаются какие-то новые модели. Что, вот если вдруг, например, школьники захотят участвовать? Я понимаю, что здесь можно с 18 лет, но может ли, например, какой-нибудь молодой человек со своими родителями через родителей или через более старших товарищей принимать участие? Да, у некоторых школьников уже 18 лет, но заявки подают или частные физические лица, или один человек, или команда до четырех человек, естественно, да, можно подать заявку и участвовать. Как скоро получают заявители ответ? Неделя, две, месяц? Неделя, да, неделя, через неделю будет у вас приглашение на первое обучение. И можно ли подавать повторно? Ну, в прошлом году Мишель победила в этом. Может ли она подавать заявку? Естественно, если у нее другая идея. И еще можно подавать даже две идеи, если у вас идей много. Можно ли, если, например, в прошлом году не получилось как-то модернизировать идею и снова принимать участие? Я бы сказала, да, потому что одна из ценностей конкурса, то есть во время презентации вы получаете как будто ответ, но жюри говорит вам за этот вопрос, вы увидите, нужна вообще ваша идея кому-то или нет. И даже дает какие-то советы, что нужно улучшаться, и поэтому, да, естественно, можно повторно. Судя по вашим словам, 13-й год уже этот конкурс проводится, и замечательно, что так долго он существует. Благодаря этому опыту какие выводы можно сделать? Какие самые популярные сферы, в которых предлагают идеи? Ну, самые популярные сферы, это ваши, вы уже упомянули, это разного вида услуги, но очень популярны, естественно, разные технологии, потому что это, наверное, самый удачный способ через технологии достичь большой аудитории, там покупатели, всякие разные платформы, услуги дигитальные. Ну, есть и новые продукты, есть продовольственные продукты, естественно, с какой-то инновацией, есть модные направления, люди тоже смотрят, все видят, то есть не только веганская кожа, там разные продукты, там, например, то, что важно для людей, там, ну, всякие такие разработки. Получается ли, ну, сохранять какие-то связи с теми, кто реализовался, может быть, там, те, кто начинал, вот 10, там, 13 лет назад, входят в жюри, сейчас помогают другим? Да, очень хороший вопрос. Простите, я хочу дополнить его. Кто вообще в этом жюри? Вы сказали около 50 человек. Хотя несколько имен должностей. Расскажу вам, да, это представители вузов, это удачные бизнесмены, это представители стартапов разных, это представители ЛИА, мои коллеги бизнес-инкубаторов, то есть такая разная, ну, очень аудитория. И так, потеряла вопрос. А вопрос, остается ли у вас какая-то связь? Да, остается, да, да, естественно. Мы потом приглашаем, вот как Мишель, стараемся пригласить, чтобы рассказали. У нас есть, например, такой Blue Shock Race, артис в свое время участвовал в конкурсе уже давно, лет назад. Мы приглашаем рассказывать молодым людям. Мы видим эти идеи в бизнес-инкубаторах. Они приходят действительно за инновационным ваучером. Но цель конкурса все-таки каждый год сделать такую платформу, среду, где каждый может все-таки попробовать свои первые шаги. Потому что это, ну, такой, без, ну, ничего не потеряется в финансовом плане. То есть попробуйте первые шаги. И мы видим, что все-таки спрос есть. Потому что бывали годы, когда было даже 500 идей. Но сейчас, в последние годы, стабильно 220-250 идей мы получаем. Это где-то 300-400 участников. То есть мы бы не делали конкурс, если люди к нам не приходили, можно так сказать. То есть есть спрос, люди об этом думают. Наш конкурс знают, знают все больше. И даже весной спрашивают, когда будет ли конкурс, сможем подать заявку. То есть эта программа мотивации и инноваций, это действительно такой инструмент, который дает без денег, но без всякого рода бюрократических условий, попробовать очень просто свои первые шаги предпринимательства. И такое должно быть. И поэтому мы это предлагаем каждый год. Да, спасибо большое. Спасибо за рассказ. Мы благодарим Сару Митте-Харлсон, руководителя мотивационных программ агентства инвестиций и развития. Лия, речь идет о конкурсе «Ида и у Каос». И Мишель Шухурину, одну из победительниц конкурса прошлого года, которая получила действительно очень хороший такой толчок к развитию ее инновативной идеи. Действительно очень интересная такая искусственная кожа из технической конопли и картофельных очисток. Еще раз огромное спасибо. Удачи. Призываем всех участвовать. Это может быть как минимум интересным опытом, а как максимум реализацией чего-то очень важного и нужного. Спасибо. Хорошего дня. Мы удаляемся снова на паузу, после которой, разумеется, будет новый гость. И речь пойдет о фестивале «Лампа», на котором политики выступят в роли диджеев, а также будут хорошо прожарены. Что за прожарка? Об этом через несколько минут. Радиоболтком